Сегодня будет история о Великом Цадике и бесполезных раввинах. Рассказывается, как однажды Великий Цадик, Рабловицка Кизбердичева, оказался проездом в одном местечке. По обычаю того места, когда в местечко приезжал уважаемый раввин, местные раввины приходили в гости с почетным визитом в знак гостеприимства. Так было и в этот раз. В дверь номера, где остановился Рабловицкак, постучали. На пороге стояли два раввина. Один был раввином портных, а другой раввином пекарей. Раньше у представителей разных распространенных профессий были свои синагоги, которые работали по удобному для них графику. И соответственно у них были свои раввины, что-то наподобие профсоюза. Так вот возвращаемся. С виду эта парочка излучала доброжелательность и почтение, но на самом деле они очень недолюбливали гостя, так как были противниками хасидского учения. И пришли лишь для того, чтобы над ним поиздеваться. Понимая их истинный замысел, Рабловицкак не стал тянуть резину и начал свою речь первым. В Талмуде написано, что в будущем земля Израиля будет производить готовый хлеб и одежду. Всю свою жизнь я не мог понять, какая польза в том, что во времена Машиаха одежда и еда будут появляться в готовом виде. И только сейчас мне стало все понятно. На данный момент мы очень нуждаемся в работе портных и сапожников, чтобы нам было что? Один. В работе пекарей и продавцов муки, чтобы у нас был хлеб. А они в свою очередь назначают себе раввинов. Раввинов портных, раввинов пекарей. С прихода Машиаха, когда эти профессии будут неактуальны, то и запрос на таких профильных раввинов тоже исчезнет. И всем от этого станет только лучше. Если вам понравилась эта история, обязательно поделитесь ею со своими друзьями. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok